Ирина Ивановна выросла не только замечательной актрисой, но и очень душевным, прекрасным человеком, потому что ваша мама вас воспитала так. Ведь ваша мама участник Великой Отечественной войны. И мама, и папа, и все-все-все ее сестры, и братья, все воевали, да. А мама воевала где? Это мама и ее брат старший, который воевал. То есть ваш дядя? Вот он всю войну прошел, он дядя, да, потрясающий. Из Донецка, кстати. А из Донецка, кстати, да? Да, всю жизнь там прожил. Потрясающий человек. Мама, она 22-го года рождения, то есть вот это то поколение, которое сразу на фронт их сразу. Но ее, как женщину, как девочку, ее в Новосибирске направили на завод на военный. И они там делали, таскали, как она говорит, эти мины всякие. Это было жутко тяжело, как-то в каких-то сапогах на воде. В общем, где-то год они, значит, вот она работала на военном заводе, а потом подала на фронт заявление добровольцам. Заявление. Ну, как-то формально звучит. Примите меня, ради бога. Примите меня, ради бога. Ну, как и вы, вы же тоже добровольцем пошли. И ее направили в Москву, чтобы она обучалась радисткой, на курсе радисток. И вот она в Подмосковье, в Балашихе, по-моему, вела партизанские отряды все. Очень было тяжело. Сколько ей сейчас лет? Сейчас ей 101, но она вот 22-го года рождения. А папа младше на 2 года, и он пошел на фронт, тоже вот, и он как бы не должен был, но он наврал. Он приписал себе 2 года, его взяли. Ну, под Днепром его ранило. А вышел тогда уже указ, что там, где родился, туда их отправляли раненых. Его отправили в Новосибирск, и после того, как его вылечили, его направили на курсы повышения. И он уже был капитаном. И поехал, как раз заканчивалась война, и он поехал на восток уже воевать туда.